Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. Директор госинспекции по труду Рейна Слусис у нас в студии. Добрый день. Добрый день. Да, вот такая печальная новость, которую вы тоже озвучивали, о росте, к сожалению, числа погибших на рабочем месте. Я так понимаю, что вот за год выросло вдвое по существу, да? Ну, в принципе, на 20% на год. Да, и, к сожалению, возросло и количество летальных случаев на работе. Все-таки понятно, что инспекция по труду любой случай, вот такой вот тяжелого увечья или, не дай бог, смерти, проверяет, делает свой анализ. Каковы основные причины, вот, по результату вашего анализа, почему так происходит? Ну, в принципе, если мы рассматриваем, как бы, отрасли, в которых случаются несчастные случаи, особенно если мы фокусируемся на несчастные случаи, как бы, с тяжелыми травмами, либо с летанным исходом, тогда вот мы можем огласить четыре отрасли. Это строительство, это обрабатывающая отрасль, это сельское хозяйство и лесобработка, и это транспорт. Вот вместе эти четыре отрасли дают 80% всех летальных несчастных случаев. Ну, это, наверное, в принципе, традиционно, да? Ну, в принципе, строительство всегда такая особая зона риска. Да, конечно, да, строительство, можно сказать, что это во всей Европе, в любой стране строительство является отраслем с особым риском. Но строительство, даже я хочу сказать, что она не в первом месте, и там ситуация, в принципе, осталась на уровне прошлого года. То есть, там нет такого особенного какого-то всплеска. Да, ну, а в остальных отраслях, в принципе, ситуация, да, немножко усхудшилась. Вот когда говоришь с работодателями, да, они, естественно, все уверяют, и, не знаю, если в строительстве, там, не знаю, про РАП, или там более больших, может быть, фирмах даже есть и специалисты по технике безопасности, они говорят, мы все проводим инструктаж, мы же себе не враги, все объясняем, как нужно себя вести, но вот многие работники пренебрегают элементарными новыми безопасностями. Вот действительно ли это больше, если так можно сказать, вина лежит на самих работниках? Или здесь и работодатели, те, кто отвечает за безопасность, тоже недорабатывают? Не, ну, конечно, я бы хотел сказать, что где случаются несчастные случаи, там, обычно, не один фактор является. То есть, какой-то комплекс мер, да? Это комплекс, и, конечно, если уже работник, да, можем сказать, что, например, половина несчастных случаев, с тяжелыми травмами случилось тоже по вине работника, что работник принял какое-то решение, либо какое-то, сделал движение, либо неправильные методы выбрал, которые результуют в несчастном случае. Но если он уже принимает такие, как бы, меры, что он неправильно работает, он выбирает рисковые, как бы, какие-то мероприятия, то это уже немножко все-таки гласит тоже о культуре, культура работы в этом мероприятии. И если работодатель говорит, что я все, как бы, сделал, да, все в порядке, ну, не совсем, наверное, в порядке, если культура такая, что работники позволяют себе работать, в принципе, очень рискованно. Насколько я понимаю, что у вас ресурс не с той большой инспекцией, что проверить, естественно, каждую компанию, но я так понимаю, что какие-то периодические проверки происходят, да, и с точки зрения, вот, безопасности. Да, проверки происходят весь год, конечно, у нас, в принципе, за год мы делаем 10 тысяч проверок, это довольно много для нашего числа, но, конечно, нужно понять, что какое-то число проверок, даже третья часть, можем сказать, она идет про проверки заявлений, которые мы должны проверять, что насчет личных заявлений, одна треть идет насчет нелегальной занятости, и то, что остается, это превентивные проверки. А превентивные проверки мы делаем так, что мы, конечно, смотрим, где вот эти риски, особенные, как бы, опасности, в каких отраслях, мы делаем такие тематические проверки каждый год. И рекомендации вы выдаете по итогу? Не только рекомендации, но рекомендации – это нормальная, как бы, да, обычная, но, в принципе, если работы опасны, мы даже можем остановить работу, например, на строительстве, был случай, что, например, на состатность. Ну, понятно, да, вот такие стеллажи буквально, так сказать. Либо в траншеях работы рискованные, что мы видим там, в принципе, любой момент может случиться несчастный случай, мы останавливаем работу тоже. И, конечно, принимаются меры по административным штрафам и так далее. Все-таки вот это, как вам кажется, такая больше человеческая такая вот, не знаю, халатность или все-таки, не знаю, в какой-то степени работодатели пытаются оптимизировать, если так дипломатически говорить, свои затраты, да, ну, экономит, да, в том числе на безопасности? Это, наверное, и этот фактор. Ну, в принципе, можно сказать, что в Латвии есть работодатели, которые уже давно, я бы хотел сказать, поняли, что какая суть и какая нужда безопасная, охрана труда, они уже давно себе ввели системы, где, в принципе, как ведется внутренний контроль, если можно так сказать, культура работы совсем другая, да, они там средства свои вложили серьезные. И там, в принципе, вот в этих П-5 видим, что они как бы идут на такое развитие, есть понятие, есть, наконец-то, работники поняли, почему это все. И там все, как бы сказать, может в хорошем уровне. Но есть работодатели, как вы сказали, что да, которые стараются, как бы, жить, например, на завтра только, и, конечно, вот охрана туда может быть фактор, который они стараются оптимизировать. Ну, такие предприятия, я хотел сказать, они не работают на будущее. На будущее, да. Конечно, такой возникает логический вопрос, что делать так, чтобы, по крайней мере, не увеличилось вот это количество тяжелых увечий, летальных исходов, не знаю, ужесточать законодательство, ну, как один из вариантов, да. Может быть, каким-то образом улучшать вообще работу с предпринимателями в сфере охраны труда, потому что, наверное, прошли те времена, когда фирмы могут себе позволить специальных людей, не знаю, инженер по технику безопасности. Мне кажется, может, я ошибаюсь, сейчас редко, мало где на каком предприятии можно найти вот такую освобожденную должность. Да, ну, конечно, нет такого вот как бы одного суперрецепта, как все вопросы решать. Конечно, инспекция делает свою работу, но я хотел сказать, что если уже инспекция должна как бы идти на предприятие, потому что что-то случилось или что-то нужно проверять, это уже как бы крайние меры, в принципе, это не самый как бы эффективный возможность как что-то улучшить. Законодательство в Латвии, я бы хотел сказать, в принципе, соответствует той Европейской союзе, так что тут не можем сказать, что у нас какие-то глубокие проблемы, да. Это главное, как это законодательство, в принципе, применяется и как оно соблюдается в предприятиях. Но то, что можем делать, то, что, в принципе, мы начали сделать опять о прошлом, о прошлом неделе, это информировать больше. Конечно, информация идет все время, но, в принципе, мы видим, что нужно на более даже степени информировать. Поэтому мы открыли в прошлом неделе компанию «Сидрожка», да, «Сидрожка», которая фокусируется, в принципе, на три главные аспекты. Первое – это то, что мы хотим дать какой-то, ну, в принципе, я не знаю, такой, да, ну, вызов работодателю, работник, что это личная ответственность обеих сторон, что безопасность на работе – это не только один или другой, но они очень связаны вместе, да, что одна какая-то неверная как бы причина, неверное движение, неверное как бы мероприятие может подтянуть за собой все мероприятие. Это моральная, конечно, ответственность, это респект, это, конечно, материальное, да, это, в принципе, слабо, если так можно сказать, предприятие. Это много-много вещей, которые могут пойти на очень негативный формат, если случаются несчастные случаи. И на конце мы тоже даем не только вот так, как бы, информацию, что все, что-то они должны соблюдать, но мы даем ей тоже поддержку. И в проекте есть возможность 4700 предприятиям обращаться к нам и просить поддержку, и эта поддержка довольно такая практическая, можем сказать. То есть вы можете все рекомендации дать, условно говоря? В принципе, да, в принципе, это бесплатная поддержка, финансируется проектом из социального фонда, но где предприятие может в особенно опасных отраслях получить оценку рисков, которые являются одним из, как бы, главных мероприятий, чтобы вообще знали, какие риски являются в мероприятии. Второе – это разработка плана мероприятий, ну, если нужно, даже обучение. Так что, в принципе, практическая поддержка, которая дается. Можно ли сказать, что один из факторов, из возможных факторов вот в таких вот несчастных случаях – это, не знаю, переработка работника, потому что понимаем, что люди хотят заработать. Сейчас такие возможности есть из-за нехватки рабочей силы, мы понимаем ситуацию на рынке труда, и люди, не знаю, в строительстве, на транспорте, особенно просто перерабатывают эти часы, понятно, что теряется бдительность, усталость и так далее, и так далее. Ну, по теории, вы, в принципе, правы. Конечно, такой фактор может быть как фактор, конечно, его очень трудно как бы… Констатировать потом. Констатировать последовательно несчастную слушаю, что как бы это являлось фактором, потому что если смотреть официальные проработанные часы, там очень редко, мы видим, что там часы как бы проработанные, там столь много, что это как бы являлся как бы фактор. Ну, есть другое, другая статистика, которую мы даже не упомянули тут сегодня, это летальные случаи на работе, которые не несчастные случаи, которые как бы мы сразу не связываем с рабочими факторами. Стало плохо сердце, например. Именно, стало плохо, человек погиб, там скорая помощь подъехала, не смогла… Уже поздно, да. Уже поздно, да. И таких случаев на дважды больше, чем официальные несчастные случаи на работе. Так что значит, что 25 человек погибло как бы с рисками и факторами, а 52 человека погибло на работе просто. Конечно, какое-то число там люди больше 60-70 лет, ну, можно быть, но человек активный, работает, все случается. Но если уже идет вопрос на работе, который 40 лет, там, 45, ну, тогда, конечно, ведется вопрос, почему? Почему в таком возрасте, да, вот, в принципе, люди погибают на работе. Как бы естественная смерть, так можно сказать. Мы как бы заказали исследование такое особое, чтобы эксперты разработали, как бы просмотрели эти случаи, потому что на статистике они не идут, но все-таки тревожные такие цифры. Тревожные, да. Да. То есть фактически еще впереди выводы, да? Да, выводов нет у нас, но конкретно, да, мы думаем, что это может быть какое-то число, это преработка, может быть, работа в двух предприятиях. Ну, чтобы эксперты рассматривали эти случаи. Ну, да, потому что мы знаем, что очень много ответственных компаний, ну, может быть, те, у которых и оборот позволяет, я знаю, что они оформляют и медицинские страховки работникам, потому что мы знаем, что физические лица практически не могут у нас оформить медицинскую страховку через фирму, через работодателя. И даже заставляет, в соответствии с законом, раз в три года проходить вот это обследование. Насколько она может там выявить? Это, наверное, другой вопрос. Но что-то делается. Нельзя сказать, да, что работодатели совершенно равнодушны. Нет, нет. В целом, конечно, так нельзя сказать. Еще, может быть, такой вопрос, не связанный прямо вот с техникой безопасности. Вот зачастую слышишь у знакомых, которые говорят, а что делать? Они сами советуются, что если вдруг такой вот работник бдительный констатирует, что за какой-то период его работодатель не заплатил за него, там, не знаю, социальный налог или подоходный, или социальный подоходный, всегда есть дилемма, они думают или обращаться в инспекцию по труду, или это уже служба госдоходов. Это служба госдоходов, если это налог, который не заплачивается, да, это служба госдоходов. То есть, в принципе, здесь инспекция по труду. Ну, если там, ну, в принципе, уже зарплата как такова не выплачивается, тогда это наш вопрос. Ну, в принципе, если налоги, тогда налоги. Если зарплата, это все-таки больше ваш вопрос, да? Да, конечно. И тогда вы тоже каким-то образом обращаетесь к обладателю за пояснение? Да, ну, конечно, мы рассматриваем эти случаи, потому что если там спор, если одна сторона говорит, что да, он должен мне 1000 евро, другой стороны, не, не, я должен ему 500, это уже спор, и тогда нужно... В судебном порядке, чаще всего, да? Да, нужно понять, что без суда никак, что нужно будет в суде решить вопрос. А что касается вообще вот работников, насколько часто, или, может быть, есть какая статистика, более часто стали обращаться в инспекцию или нет, потому что, ну, раньше мы слышали, что, ой, да, это опасно, как работодатель на это отреагирует. Я знаю, что вот прошлым летом, наверное, было много обращений, была непривычная жара, и очень многие работники жаловались повсеместно по всей стране, что нет кондиционеров, дышать невозможно, работать невозможно. Да, но если смотреть число заявлений, которые поступают в инспекцию, то что, да, в прошлом году число заявлений даже повысило, повысилось, да, более 3000 заявлений, так что, да, получаем довольно много заявлений, да, больше, чем в прошлых годах. Директор госинспекции по ДУР, и нас учит в нас в студии, привемся ненадолго, новости рекламы, во второй части будем принимать ваши звонки, не переключайтесь. Да, еще раз добрый день, руководитель государственной инспекции по труду, и нас учит в нас в студии, вот мы и в перерыве чуть-чуть обсудили вот эту тему несчастных случаев и констатировали, что все-таки, может быть, чаще происходят вот эти вот несчастные случаи с теми работниками, у которых не такой большой стаж, скажем, на этой работе, да? Да. То есть, сколько-то не хватает, да? Именно, например, насчет несчастных случаев с тяжелыми травмами, 60%, так что один, ну, в принципе, два из трех, да, случается с работниками, которые проработали только меньше трех лет, а тех, которые проработали только один год или меньше, это одна треть, одна треть случается. Можно сделать вывод, а насчет летальных, которые вообще статистика иная, там 75% в несчастных случаев, 75% только, 3 из 4 случается с работниками первых трех лет, а опять одна третья часть тех, которые первый год. То, что можно сказать, что да, это довольно такой рисковой фактор, что опыт работника, обучение, конечно, инструктаж, это все-таки, по-моему, как-то влияет на эту статистику. Вот, если можно такой дать совет, я понимаю, что там каждый случай индивидуальный, но вот приходит, не знаю, вот молодой работник с небольшим опытом работать, я не знаю, на строительство или в транспорт, да, он видит, чувствует, да, что вот что-то тут с точки зрения безопасности, небезопасность, скажем так, да, что вообще ему делать? Ему сразу, не знаю, обращаться к работодатию или, может быть, я не знаю, в зависимости от направления, я не знаю, к начальнику смены, там, не знаю, к прорабу, к надзирающей или сразу в инспекцию по труду, как вообще ему действовать? Нет, ну, конечно, сразу в инспекцию по труду это не было бы правильно, это, конечно, вопрос изначально должен рассматриваться в предприятии, если там есть какой-то, не знаю, как вы сказали, там, прараб либо какой-то ответственный охранник туда. Это, конечно, первое лицо, к которому обращаться и как бы вести внимание насчет рисковой ситуации, чтобы либо попросить, как правильно работать в такой ситуации. Ну, да, это тоже вопрос насчет культуры. Если принципа культуры такая, как бы, открытая, что работники чувствуют себя, ну, так, довольно демокритичней, что они могут задавать вопросы, получать ответы, что чувствуют, что о ихней безопасности, как бы, кто-то старается, как сказать, ну, не знаю, поддерживать, либо, да, ну, старается, как бы, дать эту страховку, тогда они будут обращаться и будут информироваться насчет рисков. Например, в прошлой неделе, когда мы открыли эту компанию, у нас тоже была одна компания, большая компания, CEMEX, которая рассказывала свой, очень большая, как бы, очень, тоже много, много работает в сфере охраны туда, там, много средств кладила, что они говорят, что число заявлений от работников у них вырастает. Так это не потому, что ситуация, как бы, ухудшивается, а просто потому, что работники, они чувствуют, что что-то делается с этими, как бы, предложениями, чтобы на эти, как бы, вопросы... Это не потому, что стало хуже, а потому, что они видят, что к ним присутствуют... Да, что есть смысл, это обращаться, работодать, дать свои советы, дать, как бы, свои, как бы, внимание на тех рисках, и работодатель уже тогда введет какие-то меры, чтобы улучшить ситуацию. Ну, это, в принципе, хороший пример, что можно делать. Вот еще говоря об ответственности работодателей, ну, вы уже сами констатировали, мы понимаем, что есть зоны большего риска. Ну, понятно, что, наверное, работая на этих стеллажах, риск получить травму, наверное, больше, чем сидя в офисе с бумагами. Всяко, конечно, мы увидим эти случаи сердцем, но все-таки. Значит ли это, что работодатель, ну, мало того, что он должен эти меры безопасности, естественно, соблюдать, он должен каким-то образом, не знаю, застраховать работника, не знаю, медицинский, или его жизнь, или платить ему какие-то дополнительные суммы за риск. Как это вообще происходит? Ну, в принципе, то, что по закону, все работники, которым официально получают зарплату, они уже сразу автоматически поддерживаются, они страховываются на вопрос несчастных случаев их правозаболевания. Это государственная система. Это государственная система. Это то, что им гарантировано в любом случае. Если кто-то хочет что-то делать дополнительно, да, это, конечно, все приватное, вопросы, и можно делать дополнительные какие-то застраховки и что-то улучшить. Например, если он хочет, чтобы работник не только как бы был застрахован, но что-то, может быть, даже сделал для своего здоровья, да, так работодатель может покупать страховку здоровья, которой он тоже там держат какие-то, не знаю, элементы, там, спорта или что-то другое, что он себя поддерживает в хорошей форме, конечно, если работник здоров, так он и на работе будет улучшить из себя. Это же понятно. Так это хорошие работодатели, как бы большие компании, те, которые осознают, как бы, своих работников, они это делают. Давайте прием. Звонок 6212-939, телефон прямого эфира. Девайте, пожалуйста, наушники. Да. Добрый день. Я не слышу вас. Да, пожалуйста. Александр, меня зовут. Да, пожалуйста. Вот мне бы хотелось бы, чтобы вы озвучили, чтобы слышала вся страна, как правильно действовать человеку, который получил травму на производстве, чтобы потом не было никаких проблем ни со стороны государства, ни со стороны работодателя. Спасибо большое. Да, вот действительно, травма на производстве, это доказано, что как бы не просто где-то в другом месте, а именно вот связанная с работой. Ну, конечно, если травма на работе, так если там никто его не видел, то работника нужно сразу информировать своего первоначальника, и, конечно, что произошло, чтобы этот факт фиксировался, и начиналось расследование. Потому что даже если травма небольшая, а потом уже какое-то последствие может пойти, тогда это очень важно, что этот факт фиксировался, он есть в предприятии, и если эта травма идет больше, чем трех дней, тогда тоже информуется трудовая инспекция, что все по закону как бы было развесено. Есть случаи, когда работодатели как бы стараются скрыть такие случаи и говорить, может быть, работнику, что ну, ты потерпи, ты там посиди дома, я тебя потом как-то компенсирую. А потом вот идет какая-то ситуация, что, может быть, здоровье ухудшивается, и работник уже как бы идет работодателю, ну, вот такая ситуация, а вот там уже забываются такие какие-то данные, да, такие, ну, информации, ну, это тогда уже хуже. А лечение происходит за чей счет? Потому что мы понимаем, какая-то неотложная помощь за счет государства, нахождение в больнице и так далее, стоит денег. Опять очень важный фактор, если это несчастный случай как бы рассматривалось официально, она регистрировалась, и была информация дана трудовой инспекцией, тогда уже работник, когда у него, например, какие-то расходы на здоровье, на рехабилитацию, он может получить конкретную сумму, если не ошибаюсь, тогда 1600 евро на как бы рехабилитацию, здоровье, но это, конечно, если этот вопрос расследовался как официально, если он как бы был скрыт, тогда, конечно, эту компенсацию уже трудно получить. 612-939, телефон прямого эфира, вот вы упомянули в первой части вот такое нелегальное трудоустройство, нелегальную занятость, насколько это сейчас проблема актуальна в стране, действительно ли очень много у нас вот таких нелегальных, в том числе и гастарбайтеров? Проблема, в принципе, она еще довольно актуальна, да, инспекция, как я сказал, у нас два главных, как бы блока или главных приоритет, одна это несчастные случаи, уменьшение несчастных случаев, а другая уже нелегальная занятость. Ну и если мы рассматриваем случаи, тогда да, может быть, общее число несколько-несколько снизилось, но она до сих пор довольно высокая, мы конститурируем в каждой третьей проверке, что, в принципе, где ведем, конечно, с фокусом, с особым риском несчастной нелегальной занятости, что да, конститурируем факт, что нелегальные работники есть. Но другое, что очень важно, что мы в прошлом году начали такую, как бы, иную, иной подход, если можно сказать, к этим вопросам, что нам главное не то, чтобы фиксировали, штраф положили, это, конечно, по закону делаем то, что должны делать, но главное, что есть обеспечение соблюдения, что потом ведется вот меры, что да, был факт такой, но работодатель, который признает свою вину, он регистрирует работника, заплачивает за него, как бы, налоги, доключает трудовой договор. И вот мы, как бы, рассмотрели, что, в принципе, 60%, это опять двух из трех случаев, а потом, после уже нашей, как бы, проверки, было обеспечено соблюдение этих вопросов. Так что это довольно уже хорошее такое. Я так понимаю, что, в принципе, ответственные работодатели, если они хотят все-таки пригласить гастарбайтера официально, то это уже не так сложно. Да, определенные затраты есть, но все можно оформить, по-моему. Конечно, конечно. И это происходит, в принципе. Да, это происходит, но и, конечно, есть проблемы с тех, которые, как бы, стараются как-то нелегально их в страну везти, да. Но вы, в принципе, проверяете и тех, кто легально работает, насколько там все соблюдено. Мы проверяем всех, которые работают, и легально, и нелегально. Так что, если вопросы нелегальны, так мы сотрудничаем с полицией, да, с службой охраны рубежа. Да. Волс-Рубеж-Сарзе. Да, пограничными. Да, пограничными вместе мы рассматриваем эти вопросы, да. Что касается вообще, вот, все-таки мы говорили, хотя вот вначале о таких печальных фактах, да, о тяжелых травмах и смертях, но в целом, можно ли сказать, что многие работодатели, ну, более ответственно сейчас подходят ко всем, не знаю, и вопросам безопасности, юридическим. Я помню, еще несколько лет тому назад там сплошь рядом были проблемы с трудовыми договорами, с их несоблюдением, незаключением и так далее. Или заключен на одну условие, работает совсем на другое. сейчас ситуация в этом плане чуть-чуть улучшается. Ну, может быть, чуть-чуть можно сказать, что да. Ну, кардинально. Кардинально нет, но можем сказать, что есть такое, если рассматривать предприятия, что есть такое довольно, как бы сказать, поляризации, есть предприятия, которые очень-очень, как бы, стараются и все по закону, и даже больше, даже больше делают, чем закон спрашивает. А есть те, которые, как бы, работают, как я сказал, на такое короткое, как бы, будущее, у них проблем больше, конечно. — Еще один звонок примем. 612-939, телефон прямого эфира. Добрый день. Слушаем вас, пожалуйста. — Добрый день. Это очень здорово, что ваш собеседник рассказывает о борьбе с нелегальными работниками. — Да. — Да, но я могу сказать, что попытки достучаться до бюро, в котором работает ваш собеседник, достаточно сложные. Скажем, я могу привести пример. Вот такой Гарковский новоц. Есть там около озера Сунеж и поселок, где на улице Майорожу идет куча строительства, где работают нелегальные иммигранты, работают без каких-либо средств защиты, без всего, и никто их не беспокоит. Они работают и работают себе. — Понятно. А вы куда-то обращались по этому вопросу, да? — Конечно, обращался. И в Айсензе, в Айсензе, звонил кому угодно. Они говорят, да, 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 мы приедем, проверим. Ну, как? Ну, без толку. Никто не едет, никто не проверяет. — Спасибо большое. Ну, я так понимаю, что нас сегодня еще гость взял на заметку, хотя я так понимаю, что это не факт, что не проверяют, да? — Это не факт, что не проверяют. Конечно, если есть... — Если позвоним, можете не знать, да. — Конечно, он же там тоже, наверное, все время не находится, не смотрит. Но если есть такая, конечно, рисковая информация, так что у нас есть более чем один способ нас информировать. — У нас на нашей веб-сайте есть специальная, даже довольно, как сказать, анонимная возможность написать конкретные факты насчет рисков, где какой-то нелегальной занятости ведется. Есть такой вот специальный формат. Есть особый имейл, по которому тоже можно информировать. Но если, конечно, официальный, официальный, как бы наш имейл, как институции, есть конструктивные телефоны, по которым можно информироваться на этих случаях. — Они будут подаваться на региональный центр, в котором есть это как брестковое предприятие. И там уже будут вестись проверки. — Может быть, такой вопрос хотел задать. Вы знаете, что эта дискуссия уже сейчас ведется и в парламенте всей Милатвии. — По поводу иностранных студентов. Их не так-то много, но все время идет спор о том, в каком количестве часов они должны работать, как это проверять. Потому что они получают, прежде всего, я так понимаю, учебную визу. Они приезжают с целью, прежде всего, учиться, но люди подрабатывают. — Да, ну, есть такая законодательство, что они могут работать только половину. — Ну, 20 часов, да, если не ошибаюсь. — Это по закону. Есть случаи, которых мы фиксировали, что да, они как бы нарушают эти вопросы, по которым они получили возможность работать. Но есть и студенты, которые, как именно, по сути, как бы идут в университет и просто дорабатывают. — Насколько, вот я понимаю, что есть определенные полномочия в соответствии с законом о труде у трудовой инспекции. — Насколько вот инспекция может каким-то образом до суда, чтобы вообще до суда не доходило, уладить, не знаю, конфликт с работодателем и работником или с бывшим работником? Потому что чаще всего конфликты происходят в случае вот расставания с работником, там, не знаю, увольнения или попытка заставить человека по собственному желанию уйти чаще всего, потому что это ограничивает его возможности в суд подавать. Вот насколько у вас тут есть полномочия? — Ну, в принципе, если идет вопрос насчет уволнения, тогда в инспекциях силах очень мало возможности, чтобы они как бы постановили работника обратно. В принципе, это уже, что какое-то решение принято, и постановить обратно работника на работу может только суд. Но есть иные случаи, например, где вот либо вопрос зарплаты, либо там каких-то сверхурочных, либо там, да, ну, на отдых время. — Тогда вот если мы чувствуем, что есть какой-то спор, и если мы видим, что работник, может быть, не все использовал возможность, как бы, проговорить это с работодателем, и мы видим, что, может быть, там мы можем обойтись без силовых мероприятий, штрафом сразу, что мы стараемся позвать обеих сторон к себе, либо подойти к ним и разрешить этот вопрос, объяснить, какие вот требования законы, законодательства, что одна должна сторона, что другой может подлагаться, может быть, нет. И так, в таком диалоге решить вопросы. Есть очень, как бы, хорошие у нас тоже примеры, где вот решили вопросы, без штрафа остановились, и, в принципе, вот опять было обеспечение соблюдения. — То есть, в принципе, работодатели не всегда идут на конфликт, они готовы? — Ну, не всегда. Иногда даже работник, вот сразу он что сделал, он даже не обращался в работодатель, он сразу к нам побежал, там, написал заявление, вот он спрашивает, ну, ты вообще старался, как бы, рассматривать вопрос? Ну, нет, там смысла, ну, тогда вот мы идем обратно и стараемся смысл найти. — То есть, зачастую работник все-таки сам уже так пессимистически расстроен, и в диалог с работодателем не идет? — Иногда и так, да. — Но, что касается сверхурочных, я так понимаю, что есть проблемы, наверное, со знанием законодательства работников, работодателей, потому что сверхурочные переводы на другие работы, это все, наверное, должно быть оговорено в трудовом договоре, а не просто вот так вот захотелось, да? — Конечно, конечно, и поэтому, что сверхурочные не выплачиваются, в принципе, дважды, да, но это, конечно, в двойном размере, но это тоже вопрос, конечно, где вот стараются как-то оптимизировать. — Ну, в принципе, вот опять пример насчет строительской отрасли, где они вот заключили в прошлой неделе, не заключили уже когда-то назад, но, в принципе, где вот в прошлой неделе в трудовом законе было принято, что да, что они могут, но это уже, в принципе, вот так, какое-то движение, чтобы это были более легально, чтобы вот, да, есть аналогность, где вот другое решение, но, в принципе, она все-таки идет на пользу работника, я думаю, тоже. — Ну, бывают ситуации, когда работник до конца не информирует, какой же договор он подписал, что это, почасовая оплата или это, не знаю, так называемый штатный договор, да? — Да, ну, это такой вопрос, которому работник, когда он заключает трудовой договор, должен смотреть, что он подписывает, какие отношения, какие-то, в принципе, вопросы, он подписывает свое, как бы, будущее, что должен рассматривать. — Может быть, последний звонок мы сейчас успеем принять. Добрый день, слушаем вас, пожалуйста. — Добрый день, Виктор. — Пожалуйста. — Вот скажите, вот раньше было такое положение, вот травма на производстве, да, и это считалось, если человек даже получил эту травму по дороге на работу и по возвращению с работы, если он получил травму не на работу, но это считалось производственной травмой. — А как сейчас это положение в силе или… — Спасибо, да. По дороге на работу или с работы, да? — Да, вопрос понятно, да, но слушатель прав, что когда-то было такое законодательство, которое, да, включало эти случаи, как травмы на работе, но, в принципе, когда вот этот вопрос был еще в силе, сейчас он нет в силе, тогда, конечно, было очень, вот, ну, так смотреть, это он куда шел, там, в магазин, потом домой, либо он там с работы прямо домой шел, и поэтому, в принципе, решили, что эти вопросы, которые, если он не находится, например, в транспорте работодателя, тогда, ну, в принципе, уже не считается травмой на работе, а на работе считается только то, что в предприятии в самой случается. — Да, может быть, такой последний вопрос фактически стал, с чего мы начали, еще раз, может быть, об этой акции и что нужно делать, если, так можно сказать, работникам, работодателям вот по поводу безопасности труда? — Да, ну, наши вот акции, наша поддержка, которую мы предлагаем предприятиям, то есть, обращаться в трудовую инспекцию, не смесляться, обращаться за поддержку, поддержка довольно такая конкретная, как сказал, оценка рисков, разработка плана мира предприятий по органу труда, если нужно даже обучение и даже лабораторические изменения, да, это все можно получить, нет какой-то доплаты, которая требуется от предприятия, это просто не бояться обращаться в инспекцию, мы подойдем первый раз с такой, как бы, дружной проверки, ознакомимся с ситуацией, сделаем, как бы, задачу для консультантов, а потом уже приедут консультанты и помогут операцию вот эти вопросы решить. — Ну что ж, ну, я думаю, что такое внимание работодателей и тех, кто, может быть, наемной работникой, но отвечает как раз за безопасность труда, есть такая прекрасная возможность все-таки получить все рекомендации, за бесплатно даже, да. Это руководитель государственной инспекции по труду Уренас Лусис у нас был сегодня в студии, и большое спасибо.